Евангелие от Иоанна, глава 10. Истина, истина, говорю вам. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящей дверью есть пастырь овца. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, истина, истина, говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есмь дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привезти. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слово небесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновым. Тут иудеи обступили его и говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите? Дела, которые творю я во имя отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно. Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить его. И Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего, за которое из них хотите побить меня камнями. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя богом. Иисус отвечал им, не написано ли в законе вашем, я сказал вы, боги? Если он назвал богами тех, к которым было слово Божье, и не может нарушиться писание, тому ли, которого отец осветил и послал в мир, вы говорите богохульствуешь, потому что я сказал, я сын Божий. Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. А если творю, то когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем. Тогда опять искали схватить его, но он уклонился от рук их и пошел опять за Иордан, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Многие пришли к нему и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истинно, и многие там уверовали в него. Первое послание к Тимофею, глава 3. Верно слово. Если кто и епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинин, честен, странно любив, учителен. Не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив. Хорошо управляющий домом своим, детей содержащих послушание со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет лепещись от церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, не коростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надо бы прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющей детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайно, Бог явился во плоти. Оправдал себя в духе. Показал себя ангелом. Проповедан в народах. Принят верою в мире. Вознесся во славе. Книга Второзакония, глава 28. Если ты, когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог ваш дает вам, будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения сии и исполнятся на тебе, если будешь слушать глаза Господа Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей и плод скота твоего и плод твоих хвалов и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоем и благословен ты при выходе твоем. Поразит пред тобою Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Пошлет Господь тебе благословения в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его. И увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя. И даст тебе Господь Бог твой изобилие во всех благах, плоде чрева твоего и в плоде скота твоего и в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих. И будешь давать займы многим народам, а сам не будешь брать займы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, а не будешь внизу. Если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедую тебе сегодня, хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедую вам сегодня, ни направо, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им. Если же не будешь слушать глаза Господа Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои и кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлет Господь на тебя моровую язву, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкую, лихорадкую, воспалением, засухую, палящим ветром и ржавчиною, и они будут преследовать тебя, доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головою твоей, сделаются медью, и земля под тобою железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль, и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблен. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим, одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них, и будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищу всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. Поразит тебя Господь проказу египетскую, почечуем, коростую и чесоткую, от которых ты невозможешь исцелиться. Поразит тебя Господь сумасшествием, слепотою и оцепенением сердца. И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женою обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вала твоего заколят в глазах твоих, и не будешь есть его. Осла твоего уведут от тебя и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу. Глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них, и не будет силы в руках твоих. Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал. И ты будешь только притесняем и мучим во все дни. И сойдешь с ума от того, что будут видеть глаза твои. Поразит тебя Господь злою проказую на коленях и голенях, от которой ты невозможешь исцелиться от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои. И там будешь служить иным богам, деревянным и каменным. И будешь ужасом, притчью и посмешищем у всех народов, к которым отведет тебя Господь Бог. Семян много вынесешь в поле, а соберешь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь садить и возделывать, а вина не будешь пить, и не соберешь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все дерева твои, плоды земли твои погубят ржавчина. Пришелец, который среди тебя, будет возвышаться над тобою выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главою, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен. За то, что ты не слушал глаза Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди его и постановления его, которые он заповедал тебе. Они будут знамением и указанием на тебе и на семени твоем вовек. За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твое железное ярмо, так что измучит тебя. Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли, как орел налетит народ, которого языка ты не разумеешь. Народ наглый, который не уважает старца и не пощадит юноши. И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которые Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж изнеженный и живший между вами в великой роскоши безжалостным оком будет смотреть на брата своего, на жену недра своего и на остальных детей своих, которые останутся у него, и не даст ни одному из них плоти детей своих, которых он будет есть, потому что у него не останется ничего в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой во всех жилищах твоих. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего и на сына своего и на дочь свою, и не даст им последа выходящего из среды ног ее и детей, которых она родит, потому что она при недостатке во всем тайно будет есть их в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными, и наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе. И всякую болезнь, и всякую язву, ненаписанную, и всякую написанную в книге закона сего, Господь наведет на тебя, доколе не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобно были звездам небесным, ибо ты не слушал глаза Господа Бога твоего. И как радовался Господь, делая вам добро и умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя Господь Бог твой по всем народам, от края земли до края земли. И будешь там служительным богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, истаивание очей, и изнывание души. Жизнь твоя будет висеть пред тобою, и будешь трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими, утром ты скажешь, ой, если бы пришел вечер, а вечером скажешь, ой, если бы наступило утро. И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагами вашими в рабов и в рабынь, и не будет покупающего. Псалом семьдесят восьмой Псалом Асафа Боже, язычники пришли в наследие Твое, осквернили святой храм Твой, Иерусалим превратили в развалины, трупы рабов Твоих отдали на съедение птицам небесным, тела святых Твоих зверям земным, пролили кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было похоронить их. Мы сделались посмешищем у соседей наших, поруганием и посрамлением у окружающих нас. Да коли, Господи, будешь гневаться непрестанно, будет пылать ревность Твоя, как огонь, пролей гнев Твой на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые имени Твоего не призывают, ибо они пожрали Иакова, и жилища его опустошили. Не помяни нам грехов наших предков, скоро да предварят нас щедроты Твои, ибо мы весьма истощены. Помоги нам, Боже, Спаситель наш, ради славы имени Твоего, избавь нас и прости нам грехи наши ради имени Твоего. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Да сделается известным между язычниками пред глазами нашими отмщение за пролитую кровь рабов Твоих. Да придет пред лицо Твое стинание узника. Могущество мышцы Твоей сохрани обреченных на смерть. Семикратно возврати соседям нашим в недра их, поношение которым они Тебя, Господи, поносили. А мы народ Твой. И Твоей, пажите овцы, вечно будем славить Тебя и в рот и рот возвещать хвалу Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok